Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня поговорим о двух книжках по мужской моде. Я наконец-то собрала их к себе в ассортимент магазина. Они у меня появились. Одна книжка по рисунку, вторая книжка по тому, как делать лекала. Вообще, конечно, они обе шикарные, обе нужные. Особенно для тех, кто занимается мужской модой, станут помощниками. Элизабета Друди. У нее есть прекрасная книжка по одежде, по рисунку женской фигуры. Я их показывала, так что вы можете их использовать. Они просто божественные. И здесь она разбирает мужскую моду. Здесь тот редкий случай, когда автор талантлив, очень талантлив, потому что многие модельеры, они когда рисуют женскую одежду, они потом очень женственно рисуют и мужскую. А именно вот в этой книжке детально разобрана мужская анимация и мужская иллюстрация. И вот придраться к автору нельзя. То, что типа вот там какая-то она не такая. Там сначала была основа, теперь части. Кстати, так учат художников рисовать. Это такой базовый подход. Голова с разных сторон. Волосы, пожалуйста. Самые разнообразные стрижечки у нас у мужчин могут быть. Глаза. Тоже глаза у мужчин рисуются немножко по-другому, чем у женщин. У женщин мы делаем всегда акцент на реснички. У мужчин здесь у нас по-другому. Как правило, все-таки мы больше смотрим на брови, на то, чтобы глаз не был таким женственным. Видите, разбор кора, да, как он сверху, снизу, как он будет шевелиться относительно друг друга. Тоже это все важно. Вот с мышечным и со скелетным каркасом. То есть, ну, проделана просто феноменальная работа. Руки-ноги. Вообще, даже вот у аниматоров Диснея, у них отдельно есть художники, которые рисуют руки персонажей, потому что это сложно. И вот здесь мужская ладонь нарисована. То есть, мы смотрим и понимаем, что она мужская, а не женская. Женская у нас будет такая вся тонкая, изящная. Здесь она более сложная. Но это прям сложный аспект. Здесь он разобранный, и его можно использовать. И потом уже начинаются моменты, как рисовать именно силуэты. Смотрите, какой у нас многорукий шиво. Действительно показывает разные формы, как это будет смотреться. Можно отсюда брать, копировать. Я прям жалею о том, что когда мы учились, у нас был семестр мужской моды, не было у меня такой книжки, потому что именно рисунок мужской фигуры давался не так просто, как рисунок женский. И мне бы это очень-очень помогло. И здесь мальчики-модели нарисованы. Да, здесь не какие-то там дядечки с кузиками, но мы же говорим все-таки про фэшн-бизнес, да? Поэтому здесь оно так. Вот смотрите, диджитал-иллюстрация пошла. И показаны, как делать разнообразные материалы, как это все будет смотреться. То есть, вот мужская мода волшебно сделана. Я вот говорю, прям очень жалею, что... Ой, сейчас уже сколько? Больше 10 лет, 12 лет назад, 13, когда я училась, такого у нас не было. И вот смотрите, вот это я, кстати, своим студентам преподаю на курсе ДОП-иллюстратор в дизайне одежды, чтобы они могли... У них были комплекты молний, пуговиц, пулеров, чтобы всегда это можно было найти. А здесь вот, видите, тоже показано... Ну, это все чистый вектор. Вот это все в векторы нарисовано. Это я прям могу 100% гарантировать. То есть, это векторные эскизы. Тоже технически она не обошла стороной. И это очень радует, потому что вот та первая книжка по женщинам, она еще была у нее, ну, явно, ручная. А здесь уже все вот. Пожалуйста. Вектор пошел. Очень классные эскизы. Так что, кто занимается мужской модой, must have для вас. У нас она в магазине есть в нескольких экземплярах. Я буду ее еще заказывать обязательно, потому что книжка очень важная, очень нужная и полезная. А это вот шаг 2, когда мы придумали, что мы делаем и рисуем. Это книжка по тому, как, соответственно, построить лекало той одеждой, которая нам нужна. Книжка мне понравилась. Единственное, что я не пробовала ту методику, которую они здесь дают. И я не могу сказать, насколько хороша именно методика построения выкроек, да, конструкций. Но в целом книжка выглядит очень добротно. Если кто-то это делал, Герет Кершоу, я думаю, что оно так произносится, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я буду вам благодарна за обратную связь, насколько хороша его методика конструирования. Потому что это важно. Здесь тоже очень такой системный подход, то есть горизонтали, вертикали, скелет даже с фотографией. Вот мужчина живой. Живой, имею в виду фотографию, не рисунок. И показано, как снимать мерки, что тоже очень важно. Видите, здесь все это описано. То есть как бы в книжке все детально это изложено. И что меня особо покорило в этой книжке, это вот это. Потому что мы понимаем, что наш красивый мужчина, который идет по подиуму, это одно. А в жизни мы видим вот это. Хотелось бы нам это или нет. И даже несмотря на то, что там кто-то держит себя в форме и так далее, если мужчине там 60+, скорее всего пойдет как-то немножко в эту сторону. Мало кто из мужчин прям засыхает и становится тростиночкой. И на них тоже нужна одежда, которая будет хорошо соответствовать вот такому типу фигуры. И здесь это разбирается. Для меня это было показателем того, что в этой книжке действительно поработал профессионал. И он может не только вот сюда, а может и сюда. А таких мужчин вот просто посмотрев по сторонам, вы увидите. И на них тоже как-то надо что-то делать. Сайс-чаты или таблицы измерений здесь тоже есть. И вот уже подробно расписана система построения. Сначала мы строим базу. Вот она по порядку вся идет. У нас с вами плечевое изделие, у нас с вами рукавчик. Потом у нас с вами идут брючки. Сначала строятся все основы. Ну как и во всех методах. Так оно обычно у нас и происходит. Ну за исключением муляжа и наколки. А потом уже от этого метода у нас с вами пойдет моделирование. Здесь еще описаны всякие разнообразные способы. Ну как бы чтобы улучшить посадку, чтобы корректировать и так далее. Так что работа действительно над книжкой проделана феноменальная. Очень красивая. Смотрите, делают даже 3D-сканирование для того, чтобы правильно это все смотреть. То есть автор, так сказать, в духе времени на гребне волны. И дальше идет, сейчас немножко вот так побыстрее покажу, подробное-подробное моделирование. Вот реглан пошел, рукав. Вот у нас капюшоны. Это вот то, что тоже я иногда говорю своим студентам. Говорю, вы не обязаны, ну если вы дизайнер, вы не обязаны как конструктор там вот прям четко понимать. Но глядя на выкройку, вы должны понимать, а что это такое, да? Что вот это там рукав реглана, да? Это капюшон. Это там полочка, это спинка. То есть вот это понимание, базовое конструирование у любого дизайнера должно быть. Так что не надо думать, что дизайнеры эти картинки рисуют. Нет. Это тоже все надо понимать. Просто, ну, возможно, не столь глубоко, как конструктор. Но когда вы будете общаться с конструктором, то вы сможете ему четко передать и рассказать, а что бы вы хотели увидеть. И посмотрев на посадку изделия, понять, что с ней, что-то не так в каком-то месте. Это вот уже задача конструктора, да? То, что типа, ой, вот здесь там пузырь или вот здесь тянет. Это уже конструктор будет выправлять. Но дизайнер должен эту мочь увидеть. И когда тебе... Ну, у нас просто так было, когда ты подходишь, и тебе конструктор прямо на экране там в программе показывает. Видишь, вот эта вот линия, она не туда пойдет, вот здесь будет тянуть. Ты должен понимать, что тебе показывают. Вот. У нас так было, да. Вот. Ну, вот здесь много моделирования, много потом и моделирования именно деталей, да? Вот смотрите, всякие подкрайные штучки. То есть это приятно, когда вы можете целиком полностью все собрать и все сделать. Вот такая вот детальная, подробная книжка. И я говорю, почему мне этот комплект так понравился, я буду еще смотреть, пытаться расширить ассортимент именно мужской моды, потому что, как правило, все женское. Иногда что-то детское, а вот именно мужчин нет. Так что вот две книжечки, кто занимается, очень вам их рекомендую. Сейчас эти книжки есть у нас в наличии в онлайн-магазине, ссылочку под этим видео дам. Так что, пожалуйста, можете их приобрести. Они именно, ну, печатные, да? Не в электронном формате, не печатные. С этим, конечно же, на мой взгляд, удобнее работать именно художнику в печатном виде, а в электронном там уже перевести какие-то детальки, которые вам нужны. Если у вас появились какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.